Елизавета Кузенкова, пресс-атташе сборной России. Елизавета, сейчас проходит сбор нашей национальной команды. Каким турниром готовится сборная? У нас два турнира в этом году. У нас чемпионат мира в Риме. У нас сначала будет проходить турнир чемпионат мира среди клубов, потом будет проходить чемпионат мира среди сборных. И далее у нас, это будет в сентябре, и далее у нас будет чемпионат мира в октябре в Греции. На Критии. Данный сбор, он направлен на 7 на 7 или на 6 на 6? Этот сбор больше на 7 на 7, потому что первое у нас мероприятие – это все-таки в Риме в формате 7 на 7. И правила абсолютно, мне кажется, разные по сравнению с турниром 6 на 6. Турнир 6 на 6, мне кажется, он более какой-то простой в плане правил. Соответственно, это более направлено на 7 на 7, но все-таки и готовимся к 6 на 6 тоже. Ты сказала про клубный чемпионат мира. Какие команды от России будут принимать в нем участие? У нас поедет две московские команды – это «Титан» и «ЦДК». Ну и в целом про турнир в Риме. Какое количество команд планируется? Вообще, насколько насыщенный будет турнир? Ну, я думаю, что турнир будет насыщенный в этом году. Именно как минимум потому, что очень много будет латиноамериканских команд, которые все-таки доедут до Европы, потому что обычно это очень такая тяжелая история. Женских команд. У нас еще доедут женщины, между прочим. В прошлые выходные мы закончили женские сборы. У нас будет около 8 сборных женщин, где-то, по-моему, 16 сборных мужчин. По клубам, наверное, 24 будет клуба мужских и около 16 клубов женских, в зависимости от все-таки. Кто из латиноамериканских команд получит визу, точнее, кто доедет и кто из африканских команд получит визу. А есть среди сборных команд уже понимание каких-то номинальных фаворитов турнира? Ну, безусловно, безусловно, будут бразильцы, которые всегда остаются номинальными фаворитами, учитывая то, что они действующие чемпионы мира в данном формате. И, безусловно, наша команда на очень лидирующих позициях довольно-таки высоко. В принципе, мы были номинальными фаворитами и в Бразилии уже, но что-то у нас не удалось. Также поедут казаки, которые заняли третье место. В принципе, я думаю, что очень сильную команду выставит итальянцы в любом случае, потому что они будут находиться на своей территории. И расскажи нашим зрителям, где, на каких ресурсах, на каких каналах они могут следить за выступлениями наших и клубов, и сборных. Ну, безусловно, в наших социальных сетях, на сайте lfl.ru. Я думаю, что питерский сайт, Оля Спорт, Оля Прома будет тоже освещать этот турнир в полном объеме. Поэтому следите за нами, будем очень ждать вашей поддержки. Ну и несколько слов давай про сбор. Какое количество футболистов вызвано? Что здесь происходило все эти дни? Вызвано 30 футболистов. Двое не доехали, к сожалению, из Старого Оскола. Это вратарь Коршиков и Сергей Иванов нападающий. Насколько я знаю, но это, наверное, у лучшего тренера спросить, будет отсеяно где-то около половины. Их они будут распределены между турнирами в Риме, между турнирами в Греции. Сбор проходит отлично. Погода у нас немножко подводит, конечно, но мы как-то стараемся между дождем. Все отлично, настроение отлично, никто не травмирован. Посещают тренировки, играют контрольные матчи. Сегодня у нас два последних контрольных матча. Один будет с «Титана», второй будет с «Гефеста». Открой, пожалуйста, маленький инсайдик. Может быть, были какие-то футболисты, которые хотели тренерский штаб пригласить на сбор, но они не попали в число этих 30 по каким-то уважительным причинам. Но действительно рассматриваются всерьез как кандидаты в сборную. Ну, безусловно, это те же Коршиков и Иванов, которые не смогли приехать из-за КФК. Это Зорбек Ивкоев из Ставрополя, который тоже так же не смог приехать из-за своего выступления на КФК. Есть еще два маленьких инсайда, но я думаю, что тренер вам о них сам поведет. Не хочет, Елизавета, раскрывать секреты. Ну, давайте скажем ей спасибо за такую исчерпывающую информацию. Спасибо.